Всем привет, уважаемые друзья! В эфире программа «Спорт на Дону» с вами Лев Клинов. Я с огромной радостью представляю наших гостей. Триумфаторы европейские, старого света, можно сказать, покорители Матвей Шиховцов. Совсем недавно завоевал золото на первенстве Европы среди кадетов весовой категории до 61 килограмма со своим личным тренером Артур Хан, тренер спортивного клуба «Грандмастер», а также спортивных школ ростовских 6 и 11. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо огромное за то, что пришли. Ну что же, Матвей, наверное, покажи нам свою медаль, спрятал ее куда-то. Она для тебя не так ценна, не так важна? Нет, это очень важная медаль, к которой я стремился, ну, 8 лет. 8 лет занимался тыквондором? Да, очень много таких тяжелых соревнований преодолел. Первенство России, Кубок Президентов в Греции. Ну, все не зря. Ну, первенство Европы. Это на сегодняшний день, наверное, главный турнир, да, в карьере? Ну да, это был самый такой важный турнир. Расскажи, как вы готовились с тренером? Что проходили до этого? Какие этапы отбора? И когда уже узнал, что поедешь на первенство Европы, какие чувства были? Ну, вообще, вначале был Кубок Президента, где я стал первым. А президент-то там был? Нет. Жаль. Этот турнир дал мне возможность уже получить путевку на Европу, я ее получил. Я был единственным представителем России на пьедестале. Я уже знал, что я еду уже на Европу. Потом был этап первенства России, на котором я стал второй. Но это тоже давало уже путевку мне на Европу, у меня их уже две было. И вот в октябре я уже поехал в Будапешт на турнир первенства Европы. Как ехал? Может быть, родители на путьственные слова какие-то говорили? Друзья, напарники по клубу что-то желали, писали в социальных сетях? Да, мне везде писали «Удачи, все с тобой, ты будешь первый», все поддерживали. Ну, это классно очень. Родители, кстати, тоже присутствовали на этом первенстве. Поехали вместе. Поэтому напутственных слов не было, они вместе переживали, всю гамму эмоций очутили на себе. Артур, вот если зачастую на соревнования на крупные выезжают в основном спортсмены, тренер, да, в идеале, да, а тут даже получилось с родителями. Сложнее в такой ситуации удержать парня от лишних каких-то переживаний, эмоций? Ну, мы разграничили сразу зоны влияния, так скажем. Родители, они очень хорошо помогли в плане организационных моментов каких-то, помогали снимать бои противников, на которых, возможных, на которых он мог выйти. Поэтому, наоборот, если работа поставлена, то они приносят пользу. Никаких волнительных моментов не было. Конечно, были переживания, но мы старались все свести к нулю, и родители принесли большую пользу. Какие-то особенные аспекты при подготовке были? То есть нарабатывали, может быть, дополнительно над чем-то, работали над какими-то минусами, плюсами своими? Что могу по Матвею сказать, у него нет хорошей антропометрии в плане роста. Он не такой высокий, как многие спортсмены в его категории. Наверное, он один из самых низкорослых атлетов. Ну, достаточно крепкий. Да, зато есть преимущество физической силы, выносливости. На этом мы и делали, как бы ставку на свои плюсы. И во многих поединках именно третий раунд оказался решающим, когда победу удалось вырвать в самом конце именно благодаря подготовке, физподготовке в ФВП, выносливости. То есть соперники европейские, да, они, ну, не будем говорить грубым словом, но уставали, да? Ну, и он уставал, да. Но в таких условиях, кто проявит характер, тот и побеждает. Матвей, вспомни, пожалуйста, свою сетку европейскую, да? Может быть, первый поединок волнительный был, самый последний, когда уже понимал, что вот он, золото, скоро можно взять. Ну, у меня было пять боев. Проходного у меня не было, там некоторых было четыре. Первый бой у меня был со спортсменом из Великобритании. Ну, мальчик, ну как, ну не очень он себя проявил, просто досрочно слетел. А ты ему по-английски как-то говорил что-то, где-то фразы? Нет, нет, я не распылялся. Собранный выходил и работал. Второй спортсмен был из Болгарии, тоже досрочно. С разницей в 20 очков. Да. Третий бой был, ну, самый напряженный. Это был швейцарец. Он был выше меня, было, ну, не очень комфортно с ним работать. Очень такой фактурный спортсмен, неудобный, много работал в голову, бежал на дистанции. Вот именно за счет функциональной подготовки и смогли где-то его защиту проломить в самом конце. А, в голову попадал-то им, высоченному парку? Нет. Вот самому высокому, только в корпус. Только в корпус. Да, в основном была работа на жилет. За Европу я взял всего лишь четыре головы. Вообще, ну, мало. Потом у меня был бой с итальянцем. Ну, очень высокий спортсмен, достаточно. Но просто подобрал работу, под ногу работал, джунки, голова, и все проходило. Джунок – это удар кулаком, удар рукой. И счет 20-24. Достаточно такое небольшое преимущество. Да, ну, он уже просто в третьем раунде, он не мог уже, в принципе, хорошо работать, поэтому у меня получалось забирать баллы. И, наверное, главный поединок? Да, ну, на финал я не был так взволнован, как на первый бой и на второй даже. На финал я уже вышел спокойно, подготовлено, без какого-то мандража. Я спокойно вышел, свою работу сделал. А для Артура Владимировича какой был самый сложный бой? Ну, вот третий поединок – это четвертьфинал. Бой, получается, за медаль. Или ты уже будешь на педестале, или ты поедешь домой ни с чем. Как бы, вот, важный такой рубеж. Противник непростой, как сказал Матвей уже. И, в отличие от него, для меня финал был очень напряженный, потому что противник был из Греции. У нас президент Союза Тэквадо Европы тоже из Греции. И немножко судей, я не знаю, немножко более богасконно относятся к спортсменам из Греции. И у России в тот день было четыре финалиста, и до него они все выступали. Три пары. И во всех этих парах наши спортсмены побеждали. И четвертый финал, выходят спортсмены из России, и уже отношение судей было немножко, как вам сказать, более предвзятое. Наказывали за малейшие нарушения, за все, что можно было трактовать как нарушение, они давали замечания. И при… в нашем виде спорта, если спортсмен получает 10 замечаний, он проигрывает по дисквалификации. И выходя на третий раунд, оставалась еще минута третьего раунда, и у Матвея оставалось всего два замечания. То есть восемь получил уже? Уже было восемь, да, и у меня уже карты видеоповтора не было. Я уже не мог протестовать против решения судей. Снова спорный эпизод, в котором бы не наказывался другой спортсмен, и наказывают его. Остается одно нарушение и 47 секунд, и очень такой… для меня был волнительный момент. Если он справился с волнением, мне немножко пришлось понервничать. Матвей, в эти секунды, в эти 47 секунд, о чем думал? Как бы не получить замечания? Нет, я просто знал, что он сейчас будет лететь и пытаться его заработать, и просто ловил его на его же ошибках. Россия! 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 Россия Когда он видит возможность, что уже сейчас можно выиграть, начинает лететь, ошибаться, агрессивно вести бой. И тут же пропускал жилет, голову. Его основная задача была даже не набирать очки, а именно не допустить нарушения. Работа чистая. Гроссмейстерский итог. Теперь что впереди? Что дает золото первенства Европы? Гроссмейстерский итог. Матвей выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Это самое большое звание в этой возрастной категории. До 14 лет. 12-14 лет, да. Начиная с юниоров, он уже, если выиграет Европу, допустим, то у него уже будет… Что значит «если»? Выиграет? Будем работать над этим. Когда он выиграет Европу, у него будет звание мастер спорта России. Но это еще впереди. Надо работать, трудиться, исправлять свои ошибки, которые тоже были. Без ошибок не бывает, как говорится. Нет ошибок только у того, кто ничего не делает. Наш коллега Роман Саганов всегда трудится и подмечает что-то интересное в мире донского спорта. И сейчас последние новости. Роман, слово тебе. Лева, спасибо огромное. Физкульт, привет. Гонбольный клуб «Ростов-Дон» одержал убедительную победу. Под натиском наших красавиц не устояла Краснодарская Кубань. 11 безответных мячей за 20 минут забросили ростовские гонболистки команде тренера сборной России Евгения Трифилова. Понятно, что после такого рывка вопроса о победителе быть не может. И итогом матча становится разгром. Такая игра в обороне 18 с половиной минут с начала второго тайма не позволила краснодарской команде поразить ворота Анны Седойкиной. И к концу встречи наш вратарь вышла на гроссмейстерский показатель сейва в 55%. Девчонки мои, защита, собрались, хорошо отработали, встречали их жестко, поэтому они, мне кажется, ничего не могли сделать. И мне было легко играть в ворота, поэтому все так хорошо получилось. Кубань старалась, как могла, но мяч в ворота не шел. После перерыва на счету Кубани всего 6 голов. И эмоции Евгения Трифилова пропали без отдачи. А начиналось-то все для гостей не так безнадежно. Напротив, Кубань очень активно стартовала и в какой-то момент даже повела в три мяча 9-6. Но ближе к перерыву хозяйки перехватили инициативу и убежали вперед. Отдыхать команды уже ушли с заметным преимуществом нашей команды 16-12. Ксения Макеева и Анна Вяхерева забросили до перерыва по три мяча. Ну как-то тяжело, нам далось сначала матч, почему-то втягивались долго. Плюс Кубань были свеженькие. И у нас вчера не было выходного, мы после позавчерашней игры не отдохнули. И поэтому получается немножко тяжело. Ну а после перерыва Кубань пошла на антирекорд. Первый мяч смогли забросить только на 19-й минуте. К тому времени счет с 16-12 сменился на 25-12. И команды просто доигрывали матч. Разгром 31-18 на табло. Самой результативной в нашей команде стала Марина Судакова с пятью мячами. Ну этот матч как-то смешно комментировать. Потому что я поздравляю своего коллегу с победой. Больше ничего комментировать не буду. Комментировать я буду у себя дома. На собрании с игроками. Вот там будут комментарии. В сражении в Дании 15 октября в Лиге чемпионов Ростов-Дон сразится с местным Митюландом. Если в женском гонболе сезон в самом разгаре, то в мужском все только начинается. Гонбольный клуб ДГТУ «Лидер» удачно стартовал в национальном чемпионате. В первом туре национального чемпионата ДГТУ «Лидер» на своей площадке принимал фармклуб «Чеховских медведей». Молодые подмосковные «Медвежата» изрядно потрепали нервы донским львам. В первом матче хозяева с первых минут постарались взять инициативу в свои руки. Упорная игра ростовчан вынудила соперников играть вторым номером. Подмосковные гонболисты неплохо действовали в обороне. А вот в атаке все было очень плохо. На перерыв команды ушли при счете 17-9 в пользу ДГТУ «Лидер». Во втором тайме рисунок игры не поменялся. Ростовчане упорно атаковали, чеховские гонболисты с трудом оборонялись и иногда большими силами ходили в атаку. Поддержать команду, в которой выступает муж, пришла и Анна Сень, олимпийская чемпионка, постоянный болельщик команды ДГТУ «Лидер». Я могу сказать, мне кажется, женский немного пожестче в плане, ну, мужчины как бы это и есть мужчины. Да, у нас у женщин мы не так грубы, но на площадке нам приходится быть именно такими. Я думаю, именно в грубости у нас и отличия. При таких болельщиках грех проигрывать. И все же в концовке подмосковные гонболисты немного прижали ростовчан к своим воротам. Но наша команда сумела довести этот матч до победы 27-19. Я ребятам перед игрой говорил, что здесь самое главное, то есть перебегать их очень тяжело. То есть они тренируются по два раза в день. Я разговаривал с тренером, у них и УФП, и несколько раз в день, то есть там тренажерка, несколько раз в неделю набивные мячи. То есть у них все там серьезно. То есть ребята физически и по выносливости очень сильно готовы. Во втором матче подмосковная команда сделала соответствующие выводы. Сумела вырвать ничью 26-26. Следующий тур ростовчане также проведут дома. 21 и 22 октября соперник Астраханский авиатор. Порадовали своих поклонников и донские хоккеисты. Кондоры на выезде дважды обыграли клуб Юниор Курган. В первом матче ростовчане вообще не испытали никаких проблем. Четыре безответные шайбы в воротах соперника решили исход поединка. Точными бросками отметились Алтухов, Микинин, Прохоров и Сорокин. Вторая игра выдалась намного сложнее для нашей команды. Ростовчане по ходу матча выступали в роли догоняющих. Счет сравнять удалось лишь за 20 секунд до финальной сирены, когда Григорий Пантелеев принял решение снять вратаря. 3-3 – итог основного времени матча. Дубль на свой счет записал Чистяков. Третья шайба на счету Блинова. Победу нашей команде в серии булитов принес точный бросок Влада Туника. 18 и 19 октября дома принимаем хоккейный клуб Чебоксары. А на сегодня у меня все. Лева, передаю слово тебе. Роман, спасибо огромное. Итак, уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях потрясающие чемпионы. Матвей Шаховцов, победитель первенства Европы среди кадетов со своим личным тренером Артур Хан. Артур, сколько всего представителей отправились защищать цвета российского триколора и от Ростовской области. От Ростовской области у нас выступали спортсмены из города Шахты. Это Треноженко Руслан, к сожалению, не смог завоевать медали. Бабешко Станислав, представитель Таганрога, тоже выступил спортсмену в первом поединке. Батайчанин Цомин Всеволод, тоже, к сожалению, без медали. Из Ростова это Макарова Анастасия смогла завоевать третье место в весовой категории до 33 кг. Одна из самых легких весовых. И одна из самых легких девчонок, наверное, спортивного клуба «Грамп Мастер». Да, да, да. Она очень мало весит. Не кушает? Не кормит? Кушает, приходится. Растет. И Арвузов Иван, тоже представитель города Ростова, он завоевал серебро. В дополнительное время он уступил спортсмену в дополнительном раунде по касаниям. Это минимальная разница, которая возможна вообще у нас. Конечно, было совсем немножко до первого места, немножко не хватило. Матвей как-то подбадривал своих напарников? Конечно, всегда их поддерживал, всегда им писал, звонил, спрашивал, как они. Ну, всегда настрой был такой позитивный. А мы совсем недавно отправились вместе с вами на тренировку чемпионскую и пообщались там с призерами первенства Европы. Их мнение вашему вниманию, уважаемые друзья. Первый бой я провела со спортсменкой из Виллокопритании. Выиграла ее со счетом 9-6. Во втором бою я встретилась со спортсменкой из Болгарии. Выиграла ее 5-4. Я забрала 3 балла на последних секундах и, получается, выиграла бой. А в третьем бою я уступила спортсменке из Хорватии. Выиграла ей 7-4. Это неплохой город, достаточно грязноват. Гораздо чище? Да, гораздо чище. Реально? Да. Там очень грязно. Мусорные баки перевернуты. Люди идут просто выкидывают мусор и так далее. Очень грязный город. Менталитет такой плохой достаточно получается. Первый бой был, наверное, самый сложный, потому что надо было настроиться. И все. Потом уже ушло, как надо. Я думаю, что первенство Европы удалось намного легче, чем первенство России. Почему? Ну, тренер говорит так, что Россия, команда, вообще, она одна из сильнейших команд в мире. И поэтому первенство Европы и мира выиграли чем первенство России. Вот опыт получил очень огромный. Получается, подрался два боя. Один с румыном, другой с итальянцем. Не хватило, наверное, физического дыхания. Ну, физики не хватило. Задохнул? Да, задохнулся очень сильно. Ну, не то чтобы в раунде, из-за масок, шлема маленький, достаточно большая. Они мне передавливали в чай, задышать сложно было. Ну, и вообще просто итальянец сильный был, высокий. На самом деле, даже, наверное, по большей степени расстроился из-за того, что не проиграл даже, что тренер сильно расстроился. Верил в меня. И вот, получилось так. Такие мнения, уважаемые друзья. Будем надеяться, что совсем скоро серебро, бронза или чуть-чуть нехватка призового места превратится уже в вот такие золотые награды. Куда-то уже вешал ее дома, нашел место. Да, у меня медальница есть, где висят все мои медали со всех турниров. Крючки какие-то на стене. Да, и там написано первенство Европы, и там он такой красненькой рамочке, и она там висит. Родители сделали, либо сам родители, да? Ну, как-то они торт, может быть, организовали какой-то после победы, не знаю, пиццу заказали, что-то еще? Нет, ну, еще мы не отмечали, но это уже в плане стоит, день выбран. Ну, сразу после передачи в субботу поздно вечером уже еду отмечать свою победу на первенстве Европы. Кого-то из друзей пригласил? Ну, это будет чисто семейная беседа такая, ну, только семья. Я прошу прощения за сленг, но проставиться перед одноклубниками-то стоит? Конечно. Это, ну, куда-нибудь сходим, посидим, просто скажем приятные слова друг другу. Но это стоит на самом деле, потому что команда сплачивается, что так вам дают индивидуальный вид спорта, а команда должна быть командой. Ну, кстати, там каких-то показательных выступлений на первенстве Европы не было, Артур. Где, может быть, вот так интересно один за другим, пять на пять? Нет, показательное выступление было, но была церемония открытия. И выступали все. Наверное, это самое скучное выступление было в моей жизни. Самое скучное? Почему? Да, вот не знаю, почему организаторы придумали вот такой формат выступлений. Вот именно кадетам, 12-14 лет, им явно не будут нравиться танцы, национальные танцы, которые длятся практически час. Мы смотрели, как эти ребята танцуют. Ну, это какие-то венгерские, получается, национальные танцы? Вот если бы это были венгерские танцы, было бы, наверное, интересно, но это были не венгерские танцы, это получился какой-то микс восточный, я не знаю. Но они сделали то, что смогли, как бы, поэтому... Честь им и хвала за это. Да, да. Но именно каких-то поединков, таких красочных разбиваний предметов, вот демонстрационной команды, вот этого не было. Вам надо было вашу демо-тим спортивного клуба Гранд Мастер Прейс. Возможно. Кстати, на чемпионате России, который будет проводиться в ноябре... В Ростове-на-Дону. В Ростове-на-Дону будут приглашены спортсмены из Кореи, демонстрационная команда, которая известна на весь мир. То есть это главная демонстрационная команда? Это будет такая жемчужина, да, на открытии. Я посоветовал бы каждому прийти и посмотреть. Когда? Куда? Уже известно? Да, если не ошибаюсь, 13-го начало будет, а вот именно когда демонстрационная команда будет выступать, вот я точно пока не могу сказать. В середине ноября. Мы в каком случае сообщим телезрителям, чтобы они пришли вживую, увидели... Это будет очень яркое выступление, сам несколько раз это видел, поэтому очень приятно, что в нашем родном городе будет такое событие. Но первенство Европы запомнилось не скучным выступлением... А отличным выступлением подопечных. А историческим выступлением нашей сборной, потому что единственный раз, когда наша команда, именно сборная России, завоевала первое командное место среди девушек, первое командное место среди кадетов, юношей. Ну и общекомандное в зачете тоже. Мы стали первыми. Хотя первые два дня у России не было золота и мы отставали от лидеров. Было много медалей, но не было золотой, а результат идет по золотым. Конечно, было так тревожно. Но в последний, в третий, в четвертый день, вот во второй, в третий день мы завоевали два золота, а в четвертый сделали рывок и четыре золота наши спортсмены принесли своей родине. Шесть золотых медалей, получается? В итоге, да, у нас в сборной шесть золотых. А всего приблизительно? Всего, если не ошибаюсь, девятнадцать медалей. Шесть первых, семь вторых и шесть третьих мест. Матвей, помимо твоей золотой, может быть, за кого-то особо переживал, ну если не брать именно одноклубников, да, может быть, из ребят, коллег по сборной команде? Ну, я очень переживал за Ивана, но это мой, можно сказать, лучший друг. За Стаса переживал вообще, ну как там… Фамилию Стаса? Стас Бабешко. Это парень из Таганрога. Из Таганрога. Мы с ним очень хорошо общаемся, на друг друга ездим в гости, вместе гуляем. Они выступали в одной категории раньше, и кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. А сейчас разделили. Мы были, да, немножко Станислав стал больше, в другом весе выступает, а раньше были конкурентами, но это сплачивает. Ну и мы с ним общались, независимо, проиграл, выиграл, но мы оставались с ним всегда друзьями с ним. И, ну, просто, ну, всегда, вот даже когда он проиграл в первом бою, я его поддержал, потому что все нормально, ты все равно молодец. А из ребят, кто золото завоевал, так же? Имран, это представитель КБР. Кабардин и Балкаре, конечно. Кузина Лиля, это девочка из Санкт-Петербурга. Анна из Челябинска. С Краснодарского края мальчик, ну, я с ним почти не контактировал. То есть ты особо золоту его не радовался? Ну, да. Ну, и один мальчик еще из Москвы. Ну, золото и золото. Конечно. Кто на пятки наступал, да, и в первые дни лидировал, какие страны, которые остановились потом на втором, на третьем месте? Самая большая конкуренция в Европе, помимо нас, конечно же. В прошлом году сборная России в общем командном зачете была второй. По этому возрасту, да? Да, по кадетам. Первое место заняли турки. Европа проводилась в Румынии. Если не ошибаюсь, у них было семь золотых, у России шесть. Поэтому традиционно турки сильная команда. Вот мы опасались, конечно, их. Ну, у них во второй день было два золота сразу. У хорватов было два золота по девочкам. У немцев. И вот сейчас надо вспомнить. Кажется, все. Вот эти три-четыре команды, которые были лидерами, но у них золото было в первые дни, и они были выше нас по зачету. И у итальянцев было одно золото. Уважаемые друзья, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Артур Хан со своим подопечным победителем первенства Европы Матвей Шаховцов. Друзья, огромное спасибо вам за то, что пришли. Еще раз поздравляем и надеемся, что переход в чуть более старшую категорию, более возрастную, не будет проблемным. И у вас все получится. И главное, без травм. Спасибо. Спасибо огромное. Мы всегда вас ждем в гости. А на сегодня все. С вами была программа «Спорт на Дону». Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»